Сейчас мы будем заматывать кокон. Малышка большая для кокона, вес ее более 4 килограмм. Вообще в коконные красиво смотрятся детки, примерно до 3,5 килограмм. Но если родители просят, можно сделать и в 4 килограммчика. Просто нужно быть более осторожными, аккуратными, потому что у малыша головка побольше, чтобы было поддержки достаточно. И опять же, если вы думаете, что кокон это спасение неспящих людей, не совсем оно так, потому что, чтобы красиво сделать, ребенок все равно должен быть спокойным. Поэтому это все нужно учитывать. Я беру первый отрез ткани, у меня их несколько таких, обматываю я тремя отрезами. Первый отрез зависит, его длина зависит от размера малыша. Ширина его где-то 30 сантиметров, длина это отрез ткани. Но вот плотность и насколько он тонкий, зависит от малыша. Чем больше малыш, я беру поплотнее ткань, и каждый последующий слой более плотный. Если малыш маленький, поддержки ему нужно не так много, как для большого малыша, эти ткани у меня немножко поменьше. Но тут вы должны сами экспериментировать и выбрать для себя то, что вам будет комфортно. Первое, что нужно помнить, это что голова малыша при коконе должна смотреть не вниз, а немножко наверх. Поэтому, когда вы укладываете ручки, обратите внимание, чтобы они были не здесь. То есть, если вы оставите здесь, голова вас булькнется, и не сильно поднимать наверх. Если малыш не спит, сложность будет в том, чтобы положить пальчики на пальчики. Чаще всего это будут вот так руки, и будут их так зацеплять, можно так сказать. Я делаю пальчики на пальчики, оставляю где-то вот здесь, сначала сбоку, и начинаю заматывать верхнюю часть. Не мотайте сильно плотно, малыш не должен у вас там кряхтеть потом. То есть, воздуха должно хватать, чтобы малыш хорошо и спокойно у вас дышал. Готов. Следующий слой. Тут неважно, какого цвета вы берете, главное, чтобы ткани тянулись. И следующий слой я уже туда уложу ножки. Как укладывать ножки к животику? Вот таким образом. И чем аккуратнее вы сделаете слои внутри, тем более комфортнее вам будет потом намотать последний слой. Я даю успокоиться, не дергаю, оставляю пока в таком положении. Мне главное, чтобы руки не были и сильно высоко, но самый плохой вариант, когда они сильно низко. И в итоге голова у вас завалится вовнутрь. То есть, она будет смотреть вниз. И тогда кокон будет такой, я бы сказала, грустный. Если вам некомфортно на ногах, подкладывайте подушечку под голову. Тогда будет комфортно держать голову в том положении, чтобы она у вас не смотрела вниз. И сейчас уже заматываем с ножками вместе. Просто сделайте красивую полукруглую форму. То есть, чтобы у вас сверху было чуть поменьше ткани, а внизу побольше. То есть, уделяйте место, удивляйте, 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 уделяйте внимание вот этой вот части. Или удивляйте внимание. И старайтесь не держать в обмотке долго. То есть, работать потом нужно будет достаточно быстро. Во-первых, я сейчас открыла дверь в студии. Я выключила все обогревание. Ни в коем случае не перегрейте малыша. То есть, шерстяные обмотки ангоровые для подслоев не подойдут. Ну, есть шанс в такой позировке, что если у малыша колики, то это поможет ему в туалет сходить. Я немножко похлопываю, держу полустолбиком. И в этой позировке малыши ни в коем случае не стоят, не сидят. У них опора вся идет впереди. Это как, наверное, слинг, который носят на груди. Эффект примерно такой же. Даю вам успокоиться. Я не стараюсь мотать сразу все быстро. Даю время. А ручки уже поправлю тогда, когда буду обматывать марлей. И у меня последний слез. Так. Так. Все, так мы зафиксируем опять последний слой вверху. И вот эту часть я уже буду фиксировать ножки. Опять же, смотри, что все было аккуратно. Нет, что-то все равно беспокоит. Сегодня прям идеальная модель для кокона. Хорошо, нам сегодня голых кадров не надо снимать. Да, красотка? Так. И ноги описать. Тем более, она тяжеленькая. То есть нужно уделить внимание вот этой части, чтобы она у вас... Вот так можно чуть-чуть приставить и смотреть. Лёх, привет. Я уже заматываю вот по вот этой части. Делаю кокон как можно красивее и ровнее. Опять же, красивые они еще и получаются, когда ребенок маловастенький. Да, вы можете... С большими можно красиво сделать. Чуть посложнее, но... Просто проблема в том, сделать его более стабильным. Я проверяю, чтобы здесь было достаточно места. Укладываю. Готово. Готово. Вот такая у нас сейчас красота. Я уложила ручки. Вот это пространство, которое у меня осталось. И сейчас все, что мне нужно будет сделать, это уже обмотать красивую обмотку. Здесь вы можете выбрать обмотку елочку, обмотку по кругу. Мне нравится больше всего, когда просто мотаете по кругу. Ну, опять же, я могу и так, и так, но по кругу это чуть-чуть по... Вот мы в туалет сходили. Вставляем ручки. И ручки должны быть так. Здесь свободно столько места, что если вы хотите потом использовать игрушку, чтобы вам было комфортно ее дать. То есть есть чем... Если вы замотали сильно туго, вам будет очень сложно что-то сделать с ручками. Следите за этим моментом. Да-да-да, мама мне тут... Бэк-вокал. Так. Аккуратно мы все это сделали. Оставляем. И теперь последний слой. Это марли. Я использую. Она длиной 2,80 или 3 метра. Если вы хотите елочку, по кругу можно чуть поменьше, но мне нравится такой вариант. Я сделаю по кругу. И когда детки большие, 3 метра тоже может не хватить, чтобы елочку сделать. Поэтому я слежу за этим моментом. Поменьше ребенка. Если обматывать, то на елочку хватает. Я посмотрела, если ребенок крупный, то сделать красивую елочку с тем переплетением, которое мне нравится, достаточно сложно. Начинаем мотать. Она у нас уже и под заснула почти. И здесь главное уделять внимание тому, чтобы у вас обмотка была ровненькая, чтобы кокон смотрелся ровненький. Есть те моменты, когда малыш, например, не спит, и вам потом придется в фотошопе править. Но тот максимум, который вам можно сделать, лучше сделать при обмотке. В глазах вселенская печаль. Готова почти. Видите, какой большой получился. Потому что ребеночек крупный. Все, все, все. Давай столбиком тебя поставим. Видите, как у нас сбоку видно, как голова у нас смотрит наверх, а не вниз. И когда я поставлю кокон, он также будет смотреть наверх, а не вот так вот вниз. То есть вот под таким вот углом. Угу. И помните, что для этой позировки нам нужно обязательно, чтобы у нас страховала мама. Давай. Может поможет перестать икать. Если вам понравился этот ролик, и вы нашли очень много полезного для себя, и хотите сделать профессию фотографа новорожденных вашей профессией, я вам советую записаться ко мне на онлайн-обучение, где вы найдете еще больше роликов, более подробных, вот как здесь, например, и записаться на обучение. Все ссылки я прикрепила внизу. И, пожалуйста, не забудьте подписаться на этот канал, потому что в нем теперь регулярно будут выходить видео на суперполезные темы. До встречи в следующем видео. Продолжение следует... Продолжение следует...